Солнечная система Система сразу стала заурядной и неуникальной. Логично, учитывая тот факт, что само понятие планеты еще более распространено по Млечному Пути, чем звезды, потому как у каждой звезды чаще всего более чем одна планета. И вот, только привыкнув к своей неуникальности, ученые снова нас удивили, на самом деле наша система уникальна уже фактом своего существования, потому что она не похожа на все то, что на данный момент обнаружили астрономы вокруг других звезд. Планеты вокруг других звезд находят с помощью транзитного метода, когда телескоп фиксирует изменение осветимости звезды в момент прохода вращающейся вокруг нее планеты по звездному диску. Планета задерживает некоторое количество света, которое фиксируется датчиками телескопа. Таким нехитрым методом было обнаружено уже более тысячи планет, и как раз таки с этим фактом есть серьезные проблемы, из которых и вытекает уникальность нашей планетной системы. Видите ли, большинство обнаруженных планет это газовые гиганты по типу нашего Юпитера или Сатурна, но их местоположение довольно нетипично. А именно, они расположены буквально у звезды и часто делают полный оборот вокруг нее за десятки дней, а не как наш Юпитер за несколько земных лет. Такая близость к звезде, естественно, раскаляет газовый шар, что и объясняет данное таким планетам название «Горячие Юпитеры». Собственно, соль данной ситуации в том, что в нашей системе газовые гиганты находятся довольно далеко от Солнца и являются довольно холодными мирами, хоть и в климатическом плане далеко не мертвыми. Достаточно вспомнить, что самый крупный ураган в Солнечной системе уже более 500 лет бушует в атмосфере Юпитера, а на Нептуне ветра могут достигать значений выше, чем 700 метров в секунду. И тем не менее, по меркам обычного землянина, это холодные и неприветливые миры. Что же до горячих Юпитеров, то ученых удивил сам факт того, что такие гигантские планеты находятся на столь низких орбитах. Ранее же считалось, что газовые гиганты образуются на задворках газопылевого диска, и там же и остаются. Теперь оказалось, что образовываться они могут даже на более низких орбитах, чем орбита Марса. Ну и это еще не самое интересное. Астрономы также нашли большое количество планет земного типа с твердой поверхностью. И так уж получилось, что большая часть из них относится к классу суперземель. Да, в чем-то они похожи на нашу планету и даже, возможно, имеют на поверхности воду, но их масса такова, что весить вы на них будете в два раза больше, и это еще не предел. Такие планеты чем-то напоминают родную планету Элкоров, Декууну, из серии игр Mass Effect. А где же планеты похожие на наши? Где же аналоги нашей Солнечной системы? На самом деле они, скорее всего, есть, но планеты нашего размера вокруг далеких звезд мы пока что не готовы фиксировать на данном уровне развития технологий. Не хватает точности измерительных приборов, да и расстояния таковы, что взаимодействие такой планеты, как Земля, с такой звездой, как Солнце, с расстояния в десятки световых лет, можно принять за помехи и спокойно уложить в пределы погрешности измерений. Тем не менее, в любом случае, наша конфигурация планетной системы уникальна, а вот суперземли и горячие Юпитеры, поставленные впритык к своему светилу, это как раз таки обыденность планетных систем во Млечном Пути. Почему же у нас все сложилось иначе? Есть много гипотез, которые бы объясняли возникновение такой Солнечной системы, но чаще всего они упираются во множество проблем, связанных с расположением планет и их размерами. Например, если следовать этим гипотезам, то размеры Марса должны быть несколько больше, чем размеры Земли, а наши газовые гиганты должны иметь несколько другие орбиты. Да и наличие пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера подливает масло в огонь. В одной из предложенных гипотез, которая бы закрывала такие вот нестыковки, было предположено, что Юпитер начал формироваться гораздо ближе к Солнцу, чем он находится сейчас, и на самом деле это имело катастрофические последствия. Для Земли это, например, отразилось самым масштабным образом. При столкновении двух планет Аземалии образовалась сама Земля, а из-за ее осколков образовалась Луна, что, кстати, хорошо объясняет такое малое количество воды в лунных породах. Но кто же запустил такой танец первопланет в самой близи от Солнца? Это и был Юпитер. На тот момент планета с достаточно нестабильной орбитой. Видимо, как и любой другой газовый гигант, после своего формирования он начал приближаться к звезде, подготавливаясь к переходу в стадию горячего Юпитера. Но что-то пошло не так, и беднягу выкинуло на задворке, где он находится и сейчас. Но дело натворить он все же успел. В то время орбита между Солнцем и Юпитером была заполнена десятками планетоземалей, маленьких портопланет не более чем по тысяче километров в диаметре. В нормальных условиях, которые мы наблюдаем, например, вокруг других звезд, эти планеты зимали, после серии столкновений и объединений собирались бы в одну-две суперземли и стабилизировались бы на средней орбите. В общем, все было бы как у людей. Правда, сами по себе люди на такой планете уже появиться бы не смогли. Ну, хотя жизнь, возможно, бы и была, правда, в неизвестных нам формах. Но гравитационное влияние практически падающего на Солнце Юпитера вызвало сильнейшие сдвиги в орбитах этих портопланет. Некоторые из них были вышвырнуты из Солнечной системы и стали блуждающими планетами. Некоторые из них упали на Солнце и просто в нем растворились. Юпитер также перемешал остальное вещество, которое находилось на внутренних орбитах, что привело к тому, что планеты Зимали, которые не были выкинуты или не упали на Солнце, начали сталкиваться друг с другом. А так как влияние Юпитера было неравномерным, а позже по каким-то причинам он начал удаляться от Солнца, каменистое вещество портопланет перемешалось очень нестандартным образом, что привело к образованию почти двух одинаковых по массе планет в центре орбит планетоземалей – Земли и Венеры. А из остатков на ближайшей к Солнцу орбите сформировался Меркурий, единственная планета земного типа, которая по размерам и химическому составу адекватно соответствует классической теории происхождения Солнечной системы. Ну или нет, смотря какой гипотезой пользоваться. Примерно в это же время сформировался и Марс. Правда, большая часть вещества в том регионе была либо утянута за собой Юпитером, либо ушла на постройку более крупных Земли и Венеры. Потому и Марс вышел в два раза менее крупным, чем от него ожидалось. Что ж, в семье не без урода. Позже блуждающий Юпитер стабилизировал свою орбиту, а из остатков портопланетного диска под его влиянием сформировался пояс астероидов. Да, это не взорвавшаяся планета, очевидно, что нет. Ну а в самом поясе астероидов с некоторым запозданием сформировалась Церерра, самый большой астероид в Солнечной системе, который по форме больше напоминает маленькую портопланету. Вот так и получилось, что в нашей системе нет ни горячих Юпитеров, ни суперземель. И вина в том, что наша Солнечная система выглядит как белая ворона на фоне соседей, лежит полностью на нежелании Юпитера спокойно сидеть на месте. Что ж, я лично думаю, что нам бы надо ему за это благодарными быть, потому что наша относительная уникальность позволила появиться на нашей планете жизни, а также и нам самим. Если вы опять подумали, что теперь-то мы явно самые выдающиеся, то смею вас расстроить. Во Млечном Пути сотни миллиардов звезд, и почти у каждой есть своя планетная система. 10% из этих звезд похоже на наше Солнце, и примерно у 20% таких звезд, как наши, есть развитые планеты. То есть примерно у 1-2% звездных систем есть такое же право на уникальность. А если вы подумали, что 1% это ничтожно мало, то вспомните, что 1% от сотни миллиардов. Это как минимум миллиард. Дам вам время поплакать, что ли? Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно оказалось хотя бы минимально полезным. Не забывайте комментировать, высказывать свои мнения и предположения, ну или указывать на ошибки. Также не забывайте ставить лайк и подписываться на мою группу. После определенного количества подписчиков я начну делать там анонсы, и вообще скучно не будет. Ну а пока, всем пока, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok